ну что ж всем здравствуйте с вами мастерская скала как бы это странно не звучало но вот почему-то захотелось снять вот такой вот формат видео собственно говоря занимался тут вот разборка фотографии что продано что не продано в общем все это как-то переносил сортировал и так далее ну вот натолкнулся на целую историю так сказать роста мастерской скала собственно говоря кто в курсе кто помнит то давно с нами мастерская скала образовалась так сказать зародилась лично в моей голове еще очень 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 давно еще в студенческие годы когда я учился в челябинском техникуме торговли художественных промыслов ныне это другое название имеет то есть по специальности о господи вы говорить ювелир-филигранщик определенного разряда соответственно изначально в общем то вот так оно и было собственно говоря вот одна из простых вот работ филиграни то есть такой вот формат вот в общем то на этом все и было основано это было как бы задаток начальная стадия процессе это была ковка как видно вот гальванопластика первые ее попытки они начали происходить но это вот 15 год вообще с 14 года это вот были как раз первые работы просто выложены эти фотографии были в пятнадцатом году а так 14 года как раз таки декабрь месяц если память не изменяет вот начались начались первые эксперименты ну ковка здесь попутно постольку поскольку то есть именно вот более-менее такие серьезные работы ну то есть например уже вот процесс серебром серебрение гальваническое серебрение пошло вот то есть так называемое белое серебрение радонит такого вот варианта вот это были первые работы именно по декорированию слоя меди как таковой то есть именно вот эти вот на росты все вот это вот дело было очень даже интересно попрактиковаться ну вот радонит опять же вот ну вообще хотелось показать не все подряд а просто напросто показать какие ну скажем изюминки такие вот и такие особенности чем именно вот мастерская скала отличается от всего остального как раз многие стали себя именовать не повторим у и что-то там в таком духе и так далее так далее да нет ребята зря вы такие названия даете своим группам там страницам и так далее по той простой причине что неповторимо именно в чем неповторимость она в чем вообще заключается как таковое в том чтобы покрыть металлом какой-то объект так это в принципе при желании любой сможет вопрос там насколько правильно покрыть насколько долговечно насколько ну скажем качественно а самое главное насколько интересно вот это уже вопрос открытый опять же вот поэтому просто я считаю как бы несправедливо бросаться такими громкими словами и собственно говоря невольно может быть а может быть и принципиально унижать других мастеров которые в общем-то работают гораздо лучше качественнее интересней вот себя как мастера никогда не пытался поднять выше других или еще что-то я прекрасно знаю цену нашим работам я прекрасно знаю что в данном случае я отдаю за бесценок наши работы опять же а по идее и композиции как таковой ну честно я пока еще не видел того кто на нашей территории так сказать на нашей стране объятно необъятны в нашей стране именно заморачивался бы настолько педантично композициям к элементам и так далее вот поэтому если вы мне кого-то покажете я буду рад посмотреть вот это я молчу как бы про идейную составляющую как таковую у меня нету интереса брать и набираться идей у других мастеров напротив я вдохновляюсь именно теми вещами которые вокруг нас собственно говоря не мастера вокруг нас а именно какие-то вещи какие-то предметы вокруг нас и даже какие-то явления я бы так сказал вот собственно говоря поэтому я совсем нахожусь в стороне от всех остальных скажем так вот это не завышение как-то себя это просто вот мы стоим все на одной горизонтали на одной плоскости но я просто иду свою дорогу вот и все скажем так но это к слову в общем то а касательно вот простых вещей вот например беломорит он же лунный камень это были первые опыты этого что 15 год уже пошел да это была одна из самых скандальных в определенных кругах людей предпочтения мои предпочтения в обработке камня а именно полировать шлифовку то есть я назвал при полировка конечно но вообще полировать шлифовку как бы это было сурово в том смысле что лунный камень он не придавалась форма кабошона он не доводился до водка это то есть процесс который идет перед полировкой он еще может назваться тонкой шлифовкой вот я это все исключил и начал просто полировать камень и получилось ну то что получилось то есть природная красота природный блеск и что-то такое дикое девственное как помню хорошо многие женщины это достойно оценили и до сих пор то есть носят эти гарнитуры и не нарадуются потому что они сияют даже лучше чем полированный до зеркала капошон вот это факт потому что полировать зеркало до зеркала и потом видеть себя в отражении этого зеркала смысл вот тоже интересные работки пошли 15 год опять же впервые попробовал свернуть папоротник кольцом то есть и получилось вот я буду придать форму вот кольца и получилось опять же такое колечко неповторимое вот тоже самое и вот в общем то декорирование каменной крошкой сейчас есть одни такие деятели но в общем я уже как раньше говорю долго я молчал долго не ввязывался которые начали просто плагиатить и повторять вот это вот идею не указывая авторство я опять же повторюсь как тогда я посту давал совет если вы что-то берете чужой не свою вы пожалуйста давайте ссылку на автора имейте совесть именно вот обозначить того кто впервые применил допустим данном случае каменную крошку на ювелирных украшениях скажем так по той простой причине что картины с камнем и другое было давно а такого формата как бы ни у кого не было если покажете мне того кто вот работал с этим форматом раньше 15 года я буду рад увидеть тогда признаю что я не прав точно также публично признаю мне пока этого никто не показал поэтому наверное придется в скором времени создавать черный список потому что я очень трепетно отношусь своим скажем так детищем вот и для меня это очень важно очень критично скажем так поэтому ничего здесь нет они жадность не алчность ничего не это именно просто ну как отец к детям может относиться то же самое здесь вот дальше вот такой формат я помню 15 очень популярный был то есть у меня были остатки много бусин натурального камня я подумал а почему бы не установить их на рамку и то есть обмеднить на надо нет я смотрю мне конечно дико кажется что вот эти вот отверстия они тут обмеднились применились и так далее. Так, что-то у меня тут. Да, конечно, дико кажется, что вот эти вот отверстия, они обеднились по кругу от самих бусин, я имею ввиду. Немножко как-то нелепо смотрится, но это был реальный бум на то время. Я не знаю, я сбился тогда со счета, сколько было приобретено этих колечек, кулонов и так далее. Но факт, факт. Вот, собственно говоря. Также не было исключено в 15-м году литье. Литье из серебра, которым я активно занимался и которым, в принципе, занимаюсь сейчас попутно, сказать. Ну, для успокоения души нравится мне именно литье металла. То есть вот такие вот интересные серьги в старославянском стиле. Вот такое колечко, опять же, тоже интересно получалось. Вот. Дальше что у нас? Опять же, когда я говорил об идейности, ну вот никто не догадается, конечно, что это такое, откуда это было вообще взято, но не поверите, это подшипник. Это подшипник от мотора какого-то иностранного стиральной машинки. И то есть, что характерно, хочу сказать, что вот эта идея возникла сама по себе. Гранат здесь, декорации и так далее. То, что сейчас вот этот подвеску носит известная пионистка нашей эстрады, скажем так, вот. И в ней же она выступает. Ну, я фамилию не буду называть, потому что меня просили, но поверьте на слово. Вот. Поэтому, как видите, на вкус и цвет, но в то же время у вкуса у людей иногда совпадают. И то есть вот этот вот, казалось бы, подшипник, а человек увидел саму идею и нашел себя в этой работе. Вот. Женщина ее сейчас носит и выступает в ней перед нашими собратьями, скажем так. Далее. Далее, далее, далее. Вот, опять же, декорирование крошкой каменной. 15-й год, соответственно, это вот, скажем так, листик, который просто-напросто лопнул. Ну, шов этот был задекорирован. Как бы дефект был закрыт более прекрасно. И люди это оценивали. Люди это оценивали очень даже, так скажем, усердно, активно, интересно. Вот. Далее. Ну, про первые попытки, то есть, покровать гаванической медью цветы, это ладно, это уже все понятно, это пройденный этап. Есть и покрупнее, конечно, вещи, допустим, такие вот орхидеечки. Да, это брошь, конечно, не на каждый день она была, но, тем не менее, людям нравилось. Женщина ее купила, насколько я знаю, именно что-то в ней прочувствовала. Тут все же, все та же каменная крошка, горных хрусталь, натуральная. Все найдено своими руками, естественно. Вот. Далее. Вот, опять же, пример полировки после шлифовки. Вот, обратите внимание, какие грани остались после вот грубой шлифовки без доводки формы кабошона. Но, опять же, люди это приняли. Людям это нравилось, потому что, ну, по мне, вот, в данном случае, вот, солнечный камень, особенно, как и лунный, любые камни стерилизации, ну, не нужен им глянцевый зеркальный блеск, не нужен. Он отнимает часть того, что таит себе камень. Это вот как по мне. Много было дискута на каталоге минералов, там, в общем-то, 99 процентов против, один я был за, скажем так. Ну, да ладно. Вот кольцо, кольца, точнее, тоже литье из серебра, собственно говоря. После той же серии, вот, подвески из камней тоже были очень популярны. Цена была небольшая, на то время 350 рублей, как бы, ну, женщинам нравилось. Вот одна из идей. Сейчас почему-то ее стали тоже многие использовать, но как-то никто ничего не указывает. Есть тут тоже деятели, которые вот начали применять такую вот фишку, скажем так. Ну, ладно, как говорится, бог им судья. А, вот, в общем-то, самый этот, что ни на есть, вот с этого гарнитура, вот с беломаритом все и началось. Вот, как видно, здесь вот видны риски от грубой шлифовки и полировка. Но обратите внимание, как сияет камень без глянцевой полировки. Вот, как по мне, я считаю, в данном случае было открытие, и, наверное, оно того стоило. Через сколько споров это прошло. Ну, опять же, как повторюсь, в мастерской скала, как правило, покупатели, они не такие частые, как везде. Это, то есть, не ширпотреб, что ой-ой-ой, там месимом покупают. Нет, это работы, которые человек может прочувствовать или в которых он может найти себя саму. То есть, я имею в виду про постоянных наших покупателей. Это все особые люди, особые женщины, которых и я могу прочувствовать как мастер, как создатель данных украшений. И в то же время они чувствуют энергетику камня и находят себя в этих работах, а, проще говоря, в моих идеях. Вот в чем смысл. За это я и ценю таких людей втройне больше, чем остальные. Потому что остальные, они, как правило, приходящие и уходящие, а те, кто возвращаются, именно, вот я считаю, особые люди. Как бы это, может быть, грубо не звучало. Вот, собственно говоря. Далее, что у нас? Хорошее время было. Снимал на Samsung Zoom. Был такой телефон, камерфон. Классно все снималось. Вообще, нравится мне в то время фотографии. Сейчас, конечно, сложно с этим сделать. Вот. Вот опять же из этой серии. То есть здесь опять же техника, которую я лично сам выдумал. Manual Bark. Такая вот фактура получается, древесная, я бы сказал, на металле. И в то же время вот он приполированный обращик беломорита. Такая красота выходит. Да, было время. По патинам, касательно патин. Вот, например, такой вариант. Крапчатая, так называемая, патина. Сейчас ее многие начали назвать горошек, там еще как-то что-то. И опять же, приплюсовывают, как бы, что это они придумали или что. Ну, извините, конечно, дамы и господа, ну, как бы вы, прежде чем заявлять какое-то авторство, вы хотя бы порыли бы по интернету, посмотрели, что и как, в общем-то. Потому что в данном случае вот эту патину малахитовую, то есть я не знаю, я не нашел рецепта, как сделать крапчатую малахитовую патину, чтобы она держалась еще прежде всего, без лака и под лаком не меняла цвет. Мне это удалось при помощи определенных температурных игр, я назову их там. Так, вот, получился вот такой вот эффект. То есть камень, в данном случае это у нас хризакола, он словно продолжение вот этой вот патин. Они как единое целое. Вот у меня была именно в этом задача. Обратите внимание на цвета, как они совпадают. То есть вот это мне больше всего нравилось, конечно. Ну вот, а сейчас ее называют горошек. Патина горошек или что это? Господи, я не знаю уже. Ну да ладно. Вот тоже интересная идея браслета. До сих пор у меня лежит подобный браслет из Беломорита. О господи, из Беломорита, из Берила. Из Берила. И, ну вот, не могу подобрать, сколько покупаю кольца вот, и не могу выгнуть их, чтобы они подходили вот так же под звеньем. Но этот браслетик вот я придумал чисто волью случая. Он пришел в голову буквально вот, ну, попутно. Я сидел, пытался выгнуть что-то новое под вот такие вот осколочки граната. А потом подумал, а что если вот целую полосу вот отковать, полосу меди, разрезать на дольки и каждого свернуть такой, как бы, восьмерочка, скажем так. Раз кольцо, два кольца и на нее примеднить уже этот камень. Получилось обалденно. Несколько браслетов таких было, вот буквально сразу вот в 16-й год. Это очень был такой продуктивный год. Женщины прямо валом валили на нас, скажем так. Вот, далее. Дальше пошло уже посерьезнее, конечно же. Все, тоже 16-й год. Серьезные аметисты пошли. Тут уже пошел белый никель, позолота. 999-е, желтое золото, так называемое, натуральное. Вот это уже была, конечно, такая серьезная практика, лично для меня, во всяком случае. Вот. Дальше, опять же, что у нас началось? Ну, здесь плохо видно еще. Доберемся до следующей технологии. Так. Вот, опять же, каменная крошка, я про нее уже говорил. То есть, 15-й год. Вот, если кто-то мне найдет раньше, кто использовал каменную крошку в украшениях, сможет это аргументировать или фактически доказать, показать, я признаю, что я не прав. Но я нигде, хотя искал, не видел ранее, чтобы кто-то использовал каменную крошку в украшениях. Вот, в общем-то. 14-го февраля вот такая красота была. Много сердечек я тогда отковал, замучился. К ним, опять же, были вот примеднены аквамаринчики вот такие вот, скажем так. Вот тоже из той же серии. Вот. Как видно, это у нас все тоже беломарит, более прозрачный. Но обратите внимание, он не полирован. И это дало эффект того, что свет в нем как бы, ну, как лед. Вот. Или как будто бы ты смотришь сквозь какую-то вот ледяную дверь в пещеру. Вот. Действительно красиво. Красиво просто вот. Просто и красиво. Так, далее что у нас? Интересно. Вот такие вот мелкие объекты. Вот этот вот. Вот эта бирюза. В общем-то, благодаря... Ну, в общем, на примере с ней удалось подобрать мастику, точнее, самому намесить мастику, которая покрывается камень, потому что бирюза очень быстро разъедается гальваническим составом, вот. Равно, как и многие другие камни. И, соответственно, вот ее удалось и спасти, и так далее. Вот тоже самое элементарно опал. То есть он, как мы знаем, насколько опал на 40% из воды состоит. Соответственно, когда он впитывается электролитом, если его не защитить, он как бы темнеет и теряет вот этот блеск. И нужно время, чтобы это все испарилось, я так поразумею, и он потом возвращает этот блеск. Ну, в общем, была вот такая красота. Вот наглядный пример, авторская техника Мануал Барк. Вот обратите внимание, что это кора. Это не просто где вот здесь вот дендринки наросли, собственно говоря, нет. Это именно сама вот фактура. Вот, вот здесь прям наглядно видно, как вот идет, как будто бы настоящая кора. Опять же, я нигде такого не встречал, ну, кроме литейщиков, конечно. Против ювелиров я ничего не говорю. Я сам ювелир, поэтому я имею в виду именно гальванистов, мастеров-гальванистов. Вот. Мы никого не нашли, мы эту технику зарезервировали, собственно говоря. Мы ее официально оформили. Ну, кто в курсе, я документы в свое время выкладывал, поэтому вот. Оно есть, скажем так. Дальше что у нас интересного? Вот тоже пример. То есть, словно кора. Вот это да, вот эти вот пупырышки, это уже дендринки. Но, обратите внимание, что кольцо-то само, оно собрано из чего? Никто не угадает. Скажут, а, это там, ну, там, не знаю, проволочка, просто она перемеднилась. Многие так говорили. Нет, ребята, это все было вручную выведено и потом только замеднено. Поэтому ошибаетесь. Вот, в общем-то. Вот, осьминожки пошли много. Тоже было дискута о том, кто первый там, среди гальванистов, начал меднить, покрывать гальваническими медиаметаллами и так далее. Шиповник. Мне, честно говоря, неинтересно в данном случае, кто. Мне интересно то, что, скажем так, я видел сон, и вот во сне были такие вот осьминоги. Может, я потому что сильно жульверно люблю, начитался. Но факт в том, что когда я увидел шиповник у тещи, это было вот 15-й год, я обалдел вот этой вот фактуре. И у меня сразу пришло в голову. Точно. Кристалл, кристалл. Все. Вот что в голове родилось, вот то оно и реализовалось. Вот такая красота получилась. То есть, очень неповторимая работа, очень сложная, как видно, да, адендрины наросли, конечно же. Но на то время и технологии другие были. Но на шее и на теле смотрятся, конечно, потрясно и неповторимо. То есть, быстро такие работы расходились сразу. Вот тоже наглядный пример. Многие сейчас начали вот эту вот тему реализовывать, как у нас, так за рубежом. Но я считаю так, тут уже, наверное, проведение, чисто волею случая я придумал или придумалась эта работа таким образом. Ранее, для того, чтобы вообще это в оригинале было кольцо. Кто заметит, вот здесь вот оно было бы безразмерным. Это было кольцо на палец, то есть. Раньше я делал так. Приклеивал кристалл к основе, то есть к шинке кольца, на эпоксидную смолу. И долго прогревал ее. Но здесь я что-то упустил, что-то пошло не так. И шинка упала. И вот таком образе она прикипела просто эпоксидкой к этому камню. Я не мог ее отодрать. Ни снять, ни поменять ничего. Я подумал, а что если? И просто положил медицами с остальными кольцами. И получился вот такой вот кулончик. То есть, волею случая проведения или как назвать, не знаю. Но это факт. То есть, вот такой вот. Хотя многие сейчас позиционируют, что они придумали. Я вот на Пинтересте тоже поглядываю иногда. Смотрю, что да, я там авторская идея, там уникум, еще что-то. Ну, не знаю. Ладно, если так больше нравится, пожалуйста. Вот немаловажный факт. Тоже был дискутер. Работал я как-то вот с натуральным уральским пигматитом. Его так называемый еврейский камень. Многие даже пытались в свое время здесь вот письмена узреть. И у меня вот буквально вот на руках по время полировки перегрелся и сломался вот этот камень. И вот именно тогда вот, но это не точно. Это вот следующая работа. Я покажу потом, если найду точно, с чего началось. У меня возникла, у меня лично возникла идея вот в голове, а что если, первое слово, которое у меня возникает. И вот я сделал в таком формате. То есть примеднил скол. Опять же, женщины это оценили. Всем это очень понравилось. Поэтому вот. Далее. Здесь это все было. Вот опять же этот формат. Многие сейчас стали использовать такие базы. И вставлять туда кристаллы. Ну, не знаю, в 15-м году я вот это начал применять. Опять же. Дальше, дальше, дальше. Композиции такие, морские тематики пошли. То есть ракушка, моллюска, жемчуг. Вот оно, вот это вот, дендрино перемедленное. Но это уже когда вот просто на будущее кто что покупает. Я знаю, что многим нравится такой формат. Но вообще это вот показывает о том, что, господи, электролит уже просто загажен, его нужно менять. И это уже вот первый сигнал. Независимо от того, сколько блескообразователя вы туда положите, все равно это уже время менять. Вот. Дальше. Ну, то есть осьминожков мне вот тоже во сне такой вот явился вот агрегат, скажем так. Вот я буквально, как во сне у меня было, я его собрал. То есть все вручную. Вот. Потом уже со временем, когда каменная крошка действительно прижилась, я начал спорить компенсационную работу. Вот это было продано на бальжовке за такую, ну, на то время хорошую сумму. Ну, то есть женщина пришла, не то что пришла, она ей показалось дорого, но она потом не могла всю ночь спать, почувствовала себя жадной. И в итоге на следующий день буквально прибежала с подругой, это она себе выкупила подвеску, потому что вот прям прочувствовала ее. Вот. И, соответственно, это вот, кстати, цитрин. И, соответственно, ее подруга тоже много интересных работ купила себе, вот, следом там же пошла вот. Кто знает, кто помнит этот цветок кактуса, чем он пахнет. Вот. Но фактура обалденная, тоже декорирована каменной кружкой. Говоря о декорировании, естественно, мне многие пишут, ай, да ты там дефекты закрываешь. Я не спорю, есть такие вещи, где не промедниться, допустим. Ну, тут уже выбор, или меднить дальше и терять фактуру, которую в итоге устраивает. Толщина слоя вполне достойная. Или просто придумать слой декора. Вот и все. Всем бед, один ответ. Да, была вот именно использована каменная крошка как декор, и не только для того, чтобы закрыть дефектные места. Но это тоже слой. Это такой же слой на природном объекте, как и медь, собственно говоря. Это такой же слой, как и патина, и как на финише лак. В чем разница, я не вижу. Я не считаю, что это что-то зазорное, если, допустим, ты придумал, как дефект сокрыть от глаз, когда нет понимания. Вот не понимаю, зачем. Так, и вот мы уже подбираемся ближе к истине. И вот, в общем-то, та самая патина горошек, которую сейчас отдельный мастер рекламирует. В общем-то, это уже, как видно, я в 16-м году, ну, я не знаю, придумал, не придумал, опять же. Ну, я не буду уподобляться и, в общем-то, с вами придумал. Я ее нашел, скажем так. Как ее сделать, как ее реализовать, эту идею. И вот использовал, собственно говоря. Вот так она хрен. Извиняюсь, обалденно выглядит. Красота. Просто интересно смотрится на некоторых объектах, да. Не везде. Вот и все. Вот и все, собственно говоря. Я не пытаюсь презентировать себя каким-то великим мастером, великим гальванистом. Никогда такой мысли не было, абсолютно. Я могу назвать себя неповторимым декоратором, потому что я вижу попытки повторов чистого воды плагиата, но это просто детали. Детали. Любая картина, она состоит из деталей. Все остальное, это уже лирика. Поэтому в данном случае вот рождаются работы, но они рождаются у меня, прежде всего, в голове. А вдохновить меня может буквально даже дуновение ветра, по поводу которого я написал стих, и этот стих заставил что-то реализовать. Вот и все, собственно говоря. Немножко вот возвращаемся в 15-й год. Вот опять же, бусины. Очень большой ажиотаж был, как я писал, возможен повтор. То есть много было их продано. Вот дальше пошла уже тема «Одно кольцо у меня не получилось». Я начал уже делать кулоны таким форматом, такого вида. Почему нет? Вполне. На то время у меня не было никаких там подсмотров, интересов. Вообще, кстати, на то время я был в принципе в 15-й годах отшельником, потому что я изучал, я экспериментировал. Денег потратилось, если говорить о материальной части, немерено на ошибки, на пробы и ошибки. Но у меня была после всего этого задача не покупать там дорогущий, я не знаю, там блескообразователь Рубин из-за бугра, не покупать там дорогущие готовые электролиты, еще что-то. Нет, у меня была задача для того, чтобы максимально бюджетно и качественно собрать компоненты определенного электролита, определенного блескообразователя, и все это настолько проверить фиксировано, чтобы все, вообще недоразумений не было никаких. Вообще вопросов не возникало. Ой, ошибся, а не то еще, и можно еще что-то найти. Нет, нет и нет, все. Вот это была вот задача основная. В принципе, я считаю, на части, но еще к чему стремиться, но я ее достиг. Далее пошла такой тренд мода в 16-м году на Тую. Ну вот у меня получился такой форматик Тую с бусинами. Тут я уже опомнился и начал отверстия в бусинах, в общем-то, закрывать, чтобы они не смотрелись. И вот такие вот кольца очень были популярны. Здесь уже была придумана вот именно шинка такая. Она не то, что безразмерная, планировала безразмерно, но это было нереально реализовать на то время. И, соответственно, она просто позволяла заранее сделать какой-то размер колечка, под какой-то размер пальчика, и у прекрасных дам был выбор. Вот, отверстие все-таки видно. Значит, я немножко ошибаюсь, да. Не так хорошо заделал. То есть сверху получается их не видать, сверху их не видать, но с боков они все-таки видны. Ладно, признаю мой косячок. А, вот наглядный пример. Если вы покупаете украшения вот такими пупырками, знайте, что это электролит. У этого мастера очень сильно загажен. Его нужно менять. Это очень нестойкое покрытие. Вот здесь вот видно, вот отколупалось немножко. Вот, поэтому вот эти вот вещи просто-напросто на фестивалях я дарил. Просто была коробочка, и кому интересно было, детишки приходили, разбирали. То есть, как кольцо я бы не стал носить, а вот, допустим, на веревочку, на цепочку, как подвеску вполне. Или просто дома полежать в коробочке тоже вполне реально. Вот. Такие дела. Касательно современной популяризации 3D-принтеров, многие мастера стали на какой-то хрен, я не знаю, по-русски сказать, обменять пластик. Я не знаю смысл, конечно, этого. Где логика, когда гораздо проще этот пластик использовать точно так же и носить, придав ему какую-то окраску. Не знаю смысл. Ну вот у меня был вот такой вот заказ, я его потом вот решил реализовать, повторить. Это розы из пластика, опять же. И был сделан такой вот гарнитурчик интересный. Вот. Дальше. Ну вот опять же каменная крошка. Она на то время, вот в 16-й год, использовалась везде, потому что люди ее просто вкусили, она понравилась людям. Равно как вот, подходим ближе вот к таким вот работам. Это у нас получается природный халцидон. Вот так вот он выглядит. И вот что бывает, когда электролит загрязнен. Вот такие пупырки. Но здесь оно гармонирует, и женщинам многим нравилось, как я хорошо помню сейчас. Вот. Далее, 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 далее. Ну это ладно, ничего особенного. Вот. Одно из немаловажных. Вот это вот моя гордость. Ни один мастер еще, который завышает себя как великий гальванист, не додумался, как мне удалось придумать такую фактуру. Обратите внимание, словно какое-то, словно шелком укрыто кольцо. И вот оно такое родилось, уродилось, реализовалось. Ни один мастер пока еще не догадался, как это удалось. Дендрины тут не скажешь, это не дендрины абсолютно. Вы видите, что фактура материала. Это не восковое литье. Я повторюсь, это все ручная работа. Это моими собственными пальцами, руками и головой было сделано. Вот. Поэтому здесь никто еще не догадался, как это и что это сделано. Поэтому думайте, может кто-то догадается. Интересно послушать. А ведь прошло уже, ого-го. Да, ведь прошло-то уже сколько? Четыре, так, семь лет. Вот так вот. Красота. Далее. Далее, далее, что у нас еще? А, ну вот, в общем-то, тоже одна из интересностей. Вот это тоже была придумана такая автурская техника. На то время она еще была безымянная. Лишь после я подружился с ювелирами. Мастерская Эпос. Всем рекомендую, ребят. И вот у них начал отливать вот такие вот шинки с фактурной корой, даже с листиком. И, в общем-то, композиционировать с гальванопластикой и природными камнями. Тоже этот формат очень прижился. Людям очень понравилось. И, в общем-то, его долго мы реализовывали в свет, скажем так. Дальше, дальше, дальше. Дальше, конечно, тоже спорный был вопрос на определенных форумах камнерезов-любителей. А использование, ну, назовем так, нерезирующих кабошонах вот такого формата. То есть, просто лямбами, пятачками. В общем-то, здесь я оспаривал как? Не то, что это легче делать, чем просто овальный кабошон, допустим, самому обработать на станке. Это сложнее, я скажу, потому что здесь грани. Здесь грани. Вы знаете, что алмазная гранка это делает станок, грубо говоря. Ну, то есть, мастер делает, но при помощи определенных вычислений, скажем так, расчетов. В данном случае примерно тоже. Но я здесь заботился о другом. Я здесь заботился о том, насколько проявить красоту камня именно вот в таком формате. То есть, если бы это был овальный кабошончик, здесь бы потерялось бы... Вот, просто сам камень, сам рисунок потерялся. Было бы неинтересно. А вот таким пятачком, как по мне, площадь камня более расширена. Она более показательна, скажем так. И более интересна, то есть, наблюдать именно и взаимодействовать с этим камнем. Многим людям я это объяснил в свое время. Они это поняли. Они это вкусили, им это понравилось. Вот, собственно говоря. Поэтому, ну, тут опять же, 7 лет, 1 ответ. Вот наглядный пример авторской техники Мануалбар. Как видно, опять же, интереснейшая фактура, словно кора. Никаких дендринов, ничего такого здесь нет. И вот видно, что это просто вырезанная друза. Было желание сделать такой формат. То есть, соединить ручную работу с работой гармонической. Как-то так вот. Далее. А, что у нас? Вот пошли впервые. 16-й год. Извиняюсь тут. Реклама. Серьги для опасных дам. То есть, из натурального стебля розы. Здесь, в данном случае, сушеный. Не знаю почему, но у этих серьг была какая-то особая энергетика. Многие женщины не хотят с ними расставаться. У меня у супруги были аналогичные. Я их дал поносить девушке на фестивале. Она их не вернула. Я сказал, хорошо, забирай себе. Супруга меня до сих пор не может простить. Потому что и та девушка их не снимает. Она парикмахер ныне. И она просто в них вросла, в эти серьги. Вот. Не верь после этого магии. Вот такая красота-голтовочка. Это огромная благодарность. Брату Сергея Колесниченко, который нам, в общем-то, с моим коллегой из мастерской Эпос много наголтовал такой красоты. Вот. Благодарен. Очень сильно выручала, помогала. Вот. Дальше что у нас интересного? Ну, а вот, например, опять же. Опять же. Мануал Барк. Обратите внимание, какая красота. То есть. Вот это вот дендринки. Тут видно по низу и по краям они наросли. Но вот это вот. Это действительно был тогда бум самый настоящий. И в то же время, вот опять же, мы с ювелирами выдумали такую шинку, отлили, о, господи, шинку, кулонник, кулонник, и начали его реализовать. Они у себя начали его реализовывать на ювелирных работах, а я у себя. То есть она в основе латунная, но покрывается потом металлом. То есть вот такая красота получается. А тонкости грани физалисов, конечно же. Ну, вот вам наглядный пример, какие физалисы мне лично удавалось на то время покрывать металлом. Ну, то есть, не знаю, мне, честно, не нравится. Это слишком как-то воздушно и слишком как-то искусственно, что ли, выглядит. Ну, не знаю, вот как огрызок какой-то вот. Я покажу далее физалис. Вот там действительно, когда вот примеднено, нанесен слой, извиняюсь, меди достаточно, там действительно красиво. Я дали его покажу. Вот, огромный был спор с мастерской. Медь натур, переведу так. Вот. Реализовал работу, декорировал ее камнями, то есть, гранатом, но меня начали обвинять в плагиате. Меня начали обвинять в плагиате. И с этим я открыл свой альбом студенческий, где, правда, были не листья, были, то есть, пластины медной формы листа, но декорировано точно так же. Ну, в общем, тема была закрыта в таком формате. Вот. Так, дальше. Вот пошли первые сувениры, то есть, натуральная роза, пока еще 2D. Вы совершенно, чуть ли не между книжками. Но я имею в виду идея с тарелочками-сувенирами. Да, я в интернете, не спорю, видел много тем с тарелочками. Дераминические такие-сякие, но здесь мне мастера сделали именно на заказ деревянные тарелочки. И, как бы, захотелось попробовать. Ой, в общем-то. Далее. Вот наглядный пример, опять же, натуральный лист, радужная патина и, конечно же, декорирование крошкой, каменной крошкой. Вот это был тоже бум настоящий. Это, опять же, 15-й год. Обратите внимание. На то время, я однозначно заявляю, что ни на то время, ни ранее не было никого, особенно среди гармонистов, кто занимался бы точно такой же декорацией. Есть только те, кто послы. Вот и все, хочется сказать. Поэтому я все еще жду, когда мне кто-то что-то докажет. Вот, дальше. Дальше, дальше. Вот такая красота. Это тоже, опять же, из разряда фэнтези-патин. Ну, никто еще мне не показал, как не кистью, когда наносят золото-кистью электрохимическим, а нанести вот такого формата по золотой градиентам. Причем таким, что контур. Мне многие тоже спорили, говорите, да это кисть у гармонистов, нет, нифига. Это именно была особая обработка металла после процесса никелирования, белого никелирования декоративного. И уже по золоту. Вот, мне удалось, я считаю. И обратите внимание, как гармонирует со шнурком, как будто бы одно целое. Вот, я вообще сначала собрал шнурочек такой, а потом у меня были чароиты. И я подумал, опа, ньки, тут еще даже цитринчик затерялся. Ну, то есть вот так вот. Такая красота. Вот тоже наглядный пример такой вот, о свойственной мне, вот опять же, обработки. Это солнечник, смешанный, ну, скажем так, в одном с уральским лунным камнем. Вот видно вот эффект солнечного камня. Иризация лунного камня, это наш южноуральский камень. Я его обработал таким вот же способом. То есть шлифовка, приполировка, но форму я им придал, видите, слегка так овальчик. Тоже очень красиво, необычно смотрится. Далее, далее, ну, далее пошли каменные работы. Тут прямо тоже был пик-бум. Вот тоже наглядный пример. Ну, как и какой смысл придавать вот такому рисунку форму овальную кабошону? Когда такая тигровая красота? Это яшма силикс. То есть вот пример, где-то тут пропустил. Ну, вот полуовал. Ну, не знаю, здесь я просто вот таким сделал, потому что он как глаз, что ли, смотрится. Но вообще не вижу смысла закруглять, где не нужно закруглять, скажем так. Как вот под одно все месить. Бессмысленно. Вот оно. Моя гордость. Эту идею я вынашивал. Кто помнит, тот знает. Это еще со студенческих лет. С этого получается у нас горшочек делал на заказ. Одна мастерица Челябинская делала мне на заказ. И он декорирован именно вот таким вот сокровищем. То есть глиняный горшочек. Сокровище Урала коллекция. Тоже сейчас вижу, многие стали вазы из глины делать, сусывать туда медленные цветы, что-то кого-то. Ну, слава богу, что не лезут как бы ко мне. Вот эту идею еще никто не упер, по-русски сказать. Потому что, опять же, я такого нигде не видел. Вот мешочки пошли. Просто форму отлитой мешочки в магазинах и огрызочек какого-то камня ложен. Ну, я решил, нет, 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 нужно щедро. Здесь должно быть все щедро, поистину, чтобы вот такая красота была. Обалденная форма горшочка. Спасибо, мастерица. Вот. И, естественно, декорирование камнями по щедрости, что называется. Далее. Далее, что у нас? Ну, дальше пошли больше в такую ювелирную направляющую. Вот, начал использовать такие декоративные элементы. Фактически на многих гарнитурах это заметно. То есть, получалось такое вот, ну, что-то вот, что-то с чем-то. Вот, опять же, физалис, физалис, физалис. Ну, здесь уже слойчик я сделал потольше. Вот это уже красиво, как по мне. Это еще не то, что я плакаю. Но вот это уже действительно красиво. Опять же, опять же, что я делал? Не ленился. Как многие мастера, я знаю, ну, или станка нет, или лень. После гармонического меднения и нанесения определенного слоя, я даже вам даю, так сказать, ну, наверное, рекомендацию, совет. Полируйте. Полируйте эти грани, вот эту вот саму сеточку. Будет смотреться после покрытия обалденно. Она как будто бы стена наложенная. И это уже действительно не так ущербно. И не так бедно. Это вот сильно красиво. Да, тут есть такие косячные места, где шкурка не до конца была удалена. Ну, да, это не критично. И вот обратите внимание, вот эта вот асимметрия. То есть я принципиально открыл боковую грань, чтобы была видна только часть камня. То есть в зависимости от того, с какой стороны смотрите, у вас будет либо полная луна, либо ее часть. Вот такая красота. Вот это было время. Ну, и ценник, конечно, да, потому что здесь позолото. Хоть и 18 карат, но тем не менее позолото. Да. Вот мой один. Я не знаю, что в нем особенного. Сакура. Казалось бы, бусины-сердолика, казалось бы, листики. Но что-то в нем такое было, что я даже, когда я его продал, отдал в реализацию в магазин человеку с Пензы, мне его просто хотелось выкупить обратно. Я не знаю, почему. Что-то в нем было особенно. Какая-то в нем энергетика, что ли, была или что. Не знаю, честно. Сейчас смотрю, 50 на 50. Ну, первый год, вот, весь 17-й год, наверное, я вот страдал. Особенно видел, что он у него до сих пор в магазине. А, как же так. Так, вот опять же из идей, у меня был разговор с женщиной, она, как она называла себя, медиум, там, какого-то там, каменного чего-то, там, не знаю. У нас не был разговор о контакте камня с человеком. И это у меня вот эти слова, максимальный контакт с камнем. Она хотела, чтобы я сделал двухсторонний кулон, чтобы он от людей как-то брал энергетику, и ей через себя передавал что-то такое. Ну, не знаю, мне было это дико глупо, конечно. Ну, да ладно. И тогда я подумал, контакт с камнем, и на то время у меня были вот такие вот пятачки лунного камня. И я подумал, а что если кольцо будет контактировать, то есть палец будет контактировать не с металлом, не только с металлом, а именно с камнем напрямую. И вот я придумал такую форму от кольца. Здесь фактура, опять же, мануал барк, а внутри лунные камни, по-моему, обалденно получилось. О, наглядный пример, вот, когда электролит загрязнен, запомните. Ну, вот, людям это нравилось, они это хотели. Мне вот сейчас вот кажется диким. Вот тоже наглядный пример. Здесь вот перемедненный электролит уже загрязнен, в принципе. Ну, вот, людям все еще хотелось посмотреть, примерить. Людям нравилось на то время. Вот, значит, вот такие работы пошли уже 16-й год, ближе к концу года. Ну, здесь на то время фотографии у меня вот плохо видно. Вот, кстати, людям, кто покупатель, где видите такие полоски, помните, этот человек жадничает, торопится и завышает токи, чтобы побыстрее замеднить. И получаются такие полоски. Это лишь пока как ток двигался по объекту. Поэтому, если видите такое, знайте, это вот мастер поторопился, как и я, в общем-то, в данном случае. Мне так хотелось ее реализовать. Ох, ночь не спал. Но вот уснул, проснулся, ага, перестарался, да. Ну, подсвечники начали первые идти, такого формата, из опавших осяних кронов, тоже, да. Дефектные места декорировал каменной крошкой. Почему бы и нет, собственно говоря. Дальше пошли уже такие работы. То есть, опять же, после очередной поездки, вот, например, был кабошон, но он треснул, потому что я, единственное, что я не повторяю за другими мастерами, не делаю, это может быть неверно, конечно. Я не провариваю лунные камни и вот такие все полевошпатовые в эпоксидке. Я доверяюсь, как говорится, Всевышнему, как он решит, так и хорошо. Порой камень сам решает, сломаться ему или не сломаться. В данном случае кабошон сломался на две части, я из него впервые сделал такие вот асимметричные серьги. 16-й год. Это был, наверное, пиковый год. Дальше пошли подсвечники из физалисов, вот такого формата. Обратите внимание на решеточку. Вот это вот четко, красиво, прекрасно, как по мне. Сам себя не похвалишь, я говорю, в наше время никто не похвалит. Вот я говорю, как есть. Вот такие вот фактурные колечки тоже. Дальше, дальше, дальше. Что у нас сегодня здесь? Интересно, конечно, будет много. Я, наверное, сделаю две части этого видео. Для чего делаю? Да для того, чтобы просто, наверное, показаться, показать и, быть может, кто-то что-то познает, найдет, кто-то одумается и все-таки исправит свои, как говорится, прегрешения, потому что это то, что вы делаете, несправедливо. То есть весят плагиат и так далее. Ладно, бог вам судья. Я знаю, что карма у меня очень сильная. Люди, кто чувствует это через камни, с которыми я работаю, тоже это прекрасно знают и чувствуют. Поэтому возвращаются. Именно если у вас цель энергетически, как говорится, друг, скажем так, друг, помощник и так далее. Это все скала. Далее. Вот такие вот были, ну, не знаю, как сказать, выдуманы, не выдуманы, но у меня почему-то, у меня была такая формат цепи, кольца, кольца, кольца. Я решил на нее, что, если бусины прицепить кольцам. Была тогда гора сердолика. Мне так повезло на выставке в Челябинске. Я остатки у мастера купил буквально за бесценок. И у меня было просто море. Вот применил. Тоже много раз я повторял такого формата серьги. Людям понравилось. Может быть, еще повторю, кто его знает. Дальше пошла полная декорация каменной крошкой. Вот такой формат физалис, казалось бы, но на палочке. Там у него шевелится скол камня. И все это как будто бы в каплях крови, что ли, вот, декорировано. На то время одна из женщины это очень сильно нравилось. Он, кстати, двухсторонний. Да, можно так носить с подвину части, а можно так вот. Вот была задача именно универсальность какая-то. Дальше. Крапива. Кто не работал, кто не замеднил крапиву, вот так вот тот не гальванист. Это я точно говорю. Потому что если вот умудриться замеднить ее с ее вот этими вот шипами, это вообще красота. И самое интересное, что женщина одна до сих пор их носит, она говорит, патина еще красивее стала, еще интереснее. Поэтому вот если вы не замеднили крапиву, живую, не сушеная, потому что сушеная она все теряет. Нет, живая. Вот она такая фактура. Красота. Это при том, что ректорит здесь был не идеален. Вот дальше пошла сейчас жара. Вот это вот я понимаю. Вот такое колье было, ну, скажем так, не знаю, ну, скажем так, выдумано. Ну, нет, наверное, громко сказать выдумано. На самом деле я увидел в очень старой книге археологическую раскопку, где было что-то похожее. Но у меня на то время был агат. Я решил применить его в таком же формате. Поэтому оно, конечно, от оригинала отличается, но, тем не менее, эта тема вот очень стала популярна. Ценник тоже такой высокий. Но смысл в чем он, вот это колье, мало того, что с моей историей, но история продолжила, ситуация такая. Представь себе ситуацию. На Ямраке мастеров мужчина, то есть супруг, ему там уже за 50 лет, супруга у него. В общем, у них юбилей свадьбы уже 31 год, что ли, что-то такое ли, 35, не помню точно. Но смысл в том, что он каждый год жене дарил золото. Он хорошо зарабатывает, он дарил жене золото. То есть колье, кольца, все. Но в один прекрасный момент он случайно у ней взял телефон, пока она заснула, и увидел, что она сидит у меня в магазине и добавила в корзину вот эту работу. Он очень удивился, что, прям цитирую его слова, он говорит, а мне даже стыдно за себя, что я, прожив с женой столько лет, так и не узнал ее истинные вкусы и предпочтения. И он просто прямо немедленно берет и делает заказы, вот у меня вот это вот колье покупает. Я просил потом, чтобы сфоткали на супруге на его, но они попросили меня не выкладывать. Соответственно, я никуда не выкладывал. Но вот такая история у колья, то есть вот так вот мужья любят своих женщин. Поэтому совет каждому мужчине, обращайте внимание, обращайте внимание на детали ваших женок. Потому что пустяков в отношениях не бывает, независимо от вашего возраста. А с возрастом я знаю, что многие мужики, они просто-напросто теряют свою сущность и становятся через букву Ч просто-напросто. И вы забываете о том, что ваши женщины еще больше нуждаются в внимании, еще больше нуждаются в словах, которые для вас сейчас кажутся пустяком. Это очень важно. И рекомендую, в общем, каждому обращайте внимание. И не зацикливайтесь на том, что золото, значит, я богат, значит, я больше люблю. Ни хрена подобного этого по-русски сказать. Продолжаем. Ну, вот та же тема, которую, в общем-то, я опять же выдумал, связи с дефектом. Целый физалисный скелетон был замеднен. Но для того, чтобы слить электрик, пришлось проделать дыру. А потом думал, ну блин, с дырой что-то как-то не то. Ну, то я взял, вот он туда кристалл и продолжил меднить. Получился такой вот артстоп, как это многие называют. Фу, эти не хочу показывать. С ними я не подружился на то время. Майки, ну их нафиг, потом покажу, что получше. Вот наглядный пример, когда природа сама тебе дает сигнал. Посмотри, как я умею. Папоротник уродился с двумя носиками. Это, конечно, хорошо, что я зафиксировал этот момент, 16-й год. Вот. В конечном итоге, вот он, я его высушил. Хотя не надо было, надо было на свежую. И замеднил. Конечно, да, некрасиво, как по мне сейчас я смотрю, жалко. Можно сказать, испортил. Но, по крайней мере, вот есть оригинал, а есть финиш. Так что, он как саркофаги. Такие дела. Вот опять же, в такой уже новогодний период пошел мороз, скажем так. Декорирование каменной крошкой мрамора. Вот это уже вот действительно пошло-поехало. Вот такая красота придумывалась. Дребину я. Я говорю еще раз, что я вдохновляюсь не чужими работами, я вдохновляюсь природой. То, что Бог сам покажет, то и есть истина. И вот я увидел вот такую вот картину, типичную. Рябина, снег. Я решил ее реализовать. Вот физалис. Вот это вот, ну, моя идея абсолютно, делать отверстие такого формата. Не типично вот по этому вот, по граням, скажем так, а именно здесь. И мне кажется, это гораздо красивее, гораздо интереснее. И в то же время, кто помнит, видео есть старое, как я работаю с этим вот кулоном, что можно даже внутри полировать, пришлифовать все и контролировать процесс омеднения бусины. Не выпендриваться, что вот у меня закрытый физалис, я туда впихнул не впихуемо, а именно бусину засунул. Кому это надо? Какой смысл? Вот это, я считаю, оригинально, красиво и неповторимо, опять же. Вот люди тоже знали. Вот, поэтому здесь вот, естественно, слой перемедненный, но, опять же, это я делал посоветую вот этой вот девушке, что делать слой толще будет интересно. Как по мне, тоже интересно, тоже оригинально. Должно быть разное. Вот. Далее. Ну, далее вот, конечно, бирюза. В общем, я, опять же, повторюсь, придумал на то время состав, скажем так, резину специальную, которую вот можно закрывать, части, которые опасаетесь, что они растворятся, извиняюсь. Это вот бирюза натуральная, это аризонская бирюза, к слову сказать. Вот это вот наша бирюза, то есть российская. Вот. Вот, опять же, пример совместно с ювелирами. Их ангелочек отлитый, их кулонник, и мое умеднение, и, соответственно, вот камешек такой вот. Не на веру слова, камешек, ладно, скольчик. Немножко перемеднил, потому что маленькая работа была. Ну, да ладно. Вот работа с патиной. Опять же, что называется пигматит, ювелирский камень вдохновил меня. Ребята на то время, коллеги-ювелиру, купили. Из Германии им пришла интересная патина, которая мгновенно патинирует, мгновенно. И я подумал, а что если я просто начал рисовать эти письмена на серебре? И вот, я считаю, это первая работа, вот, вообще, наверное, среди гармонистов, среди всех, где именно, вот, кто-то реализовал такое, вот, сочетание, скажем так. Если, опять же, шестнадцатый год, это все тоже шестнадцатый год, найдете кого-то, да, признаю, что неправ. Вот обратная сторона тоже. Красота, ни одна патина, такого, наша, вот, ну, советское отечество не позволяет такого эффекта получить. Она мгновенно прям покрывает. То есть, вообще, красота, как по мне, красота. Вот. Дальше, что у нас? Вязалисы. А, нет, сначала покажу, вот, шишка кипариса, это я вот в боку был. Тоже, для тех, кто начинает хаять эту декорацию, эти люди сейчас знают о таком, они наверняка уже смотрят это видео. Да, у меня здесь вот шишка кипариса не промеднилась. Да, я решил, а почему бы и нет? Кто знает шишки кипариса, у нее там такие параллельные грани. Когда они не промедняются, они, в общем, после осушивания, скажем так, они становятся грубые такие, шероховатые. И на них очень классно прижилась вот держится эта вот крошка. Я сейчас опять буду реализовывать шишки кипариса раскрытые еще красивее, чем эти. Если не промедниться, я буду продолжать точно так же декорировать. Одной крошкой, другой крошкой, третий. И не нравится, кому не нравится, ну, пожалуйста, не смотрите, не покупайте. Вот, что я хочу сказать. Да, еще немаловажное, вот, грецкий орех, во-первых, тоже вот такая идея возникла. Ту часть, которая не покрылась, как таковая, я просто закрыл каменной крошкой. Ничего там зазорного, я считаю, нет, получился двухсторонний кулончик. Вот композиция Друза ручной работы. Тоже, опять же, начал я их реализовывать в 16-м году, когда у людей появился интерес к такому формату. Из аметиста я их собирал, из чего только не собирал. Дальше. А вот, в общем-то, как по мне, идеальный физалис. И они повысят слово идеальный. Вот это вот действительно четко, красиво, оригинально. Обратите внимание, то есть, на блеск, даже вот бусина внутри, она, конечно, у меня покрылась, перестарался. Но, обратите внимание, даже она блесит. Туда я не полировал, туда я не лазил. То есть, это настолько вот гармония, вот эта самая гармония токопроводящая... А, нет, сначала гармония именно качественного высушенного физалиса, качественно проваренного физалиса, обработанного, то есть, не та шкурка, качественного, именно, покрытия токопроводящим слоем, качественного покрытия гальваническим слоем, ну и, естественно, полировка на финише вот снаружи. И тоже вот здесь вот я сделал, опять же, свойственное нашей мастерской окошко. Вот, скажем так. Поэтому вот эта красота, она даже, по-моему, на аватарке стоит. Вот тоже самое, но уже, как видно, перестарался электролит погрубее. Но зато бусина не перемеднилась. Ну, тоже, в принципе, достойно. За такую цену на то время это был подарок людям. Вот, дальше. Что у нас дальше? Вот так выглядят отечественные физалисы, которые под окном вот закрыты. Я это... Вот это была моя первая попытка. На то время, 17-й год, появился питерский мастер, появился московский мастер. И они начали вот это пропагандировать. Самый настоящий образ пропаганда. То есть, в закрытом физалисе оформить бусину. Ну, я решил немножко по-другому сделать. Я не только в закрытом физалисе оформил бусину, но я еще и заклеймил бусиной снизу. И не только бусиной, но еще и металлическим шариком. Так что, ребята, вот. Бывает и такое. Пусть не пугают. Извиняюсь, опять тут новости. О, дальше, собственно говоря. Вот пошла тоже жара. Я придумал, опять же, новый способ. Wire twisted. Есть wire rack, wire warp. Варп, я никогда не знал, как это читается правильно. Wire warp, наверное. Но я назвал эту технику wire twisted. То есть, мы ее тоже зарегламентировали, опять же. Здесь смысл в чем. Берется ригель, в конкретном случае, допустим. Берется игла, обычная швейная. И в нее вдевается тоненькая, на то время тоненькая. Вот здесь, кстати, это серебро покрыто серебром. Это 16-й год, обратите внимание. То есть, на то время мы с ребятами в мастерской, мы брали тоненькую нить серебра. И я ей просто начинал вот шить. Или как это, обметка правильнее назвать. Саму проволокой себя обметывать по кругу. Вот придавая такие узоры формы. Потом только это все, когда была вот именно достаточно для того, чтобы, как сказать, зафиксировать результат, именно достаточная толщина проволоки, это опускалась медница. Опускалась медница каким макаром? Ригель был из специального состава. Я не буду его раскрывать. Это опять же спасибо ребятам в ювелирном мастерской эпос. Он опускался прямо в раствор серебрения. Серебрение, которое за 24 часа наращивает чуть ли не полмиллиметра слой серебра. Ускоренный, скажем так. И вот мы вот таким образом нарастили. Сначала на шинку, потом шинку уже я соединял камень. Потом дальше опять покрывался серебром. И на финише я уже добивал своим электролитом серебрения белого. То есть вот так вот. Примерно так вот мы работали. Это именно вот для тех, кто начал потом пропаганду ныне слать, по-моему, в тот год, что вот я там серебра покрыл. И просят за эту, так сказать, реализованную ранее идею. Е-мое, там что-то 10 тысяч рублей с ним память не изменяет. Господи, за что? Так что такие дела тоже были. Что-то я выпустил вот полукопия, как я их называл, физалис или месяц физалиса. Ну, мне не очень, но людям нравилось. Вроде так ажурненько-воздушненько получается. Дальше, ладно. Потому что я уже час ровно наговорил. Наверное, точно видео придется разделять. Дальше, дальше, дальше. Ну, целиком пошла, опять же, клубника собственного сада, скажем так. Опять же, ну, это, как сказать, тестовая модель. Перемеднена, не спорю. Дефекты закрыты в данном случае. Но! У меня ее не захотели брать бесплатно в подарок. У меня ее купили. Зачем? Я не знаю тоже. Дальше. Вот такая идейка. Тоже неплохая, в общем-то. Опять же, друза ручной сборки. Это кольцо именно попросила у меня заказчица. Она сказала, хочу такую базу, чтобы была в вашем случае ручная работа. И хочу друзу ручную работу, чтобы оно закрывало, так называемое, коктейльное что ли, кольцо или чего. Чтобы закрывало пол руки. Она хотела больше, но я сказала, вы понимаете, сколько это будет весить? То есть, здесь кусок друза натуральный, а кусок был сращенный. То есть, даже вот такие идеи иногда. Вот декор такого формата. 8 марта было сделано. Листик, сердечко. И вот тут вот краешки. Вот видите, ну я назову хорошо дефект. Что-то пошло не так. И лист, получается, начал раскрывать себя. То есть, свою истину. Здесь я закрыл, замеднилась, засеребрилась. А вот тут вот не захотела закрываться. Я подумал, а что если... И задекорировал все вот крошкой. Получилось такое колечко. Обалденно, как по мне. Ну вот. Далее. Ну вот, опять же, друзы. Эта друза цельная. Из аметиста. Но у нее там по дну была трещинка. И вот как раз-таки гармонический металл, он ее как бы сжал. Обжал вокруг. И она стала работоспособной, красивой, приятной. Вот такая вот красота. То есть, целый букет цветков. Да, работа дефектная, ничего не говорю. Но, опять же, у меня ее сразу за такую сумму забрали с потрохами. Так что, судить все равно людям, покупателям. Вот тоже такая композиционная работа интересная. Намучился я, конечно, в то время с ней. Ну, даже грузиться не хочет. Видимо, продолжает меня мучить. Или что? Вот такая красота вот целиковая. Тоже все ручной работа абсолютно. То есть, каждое отверстие было просверлено, в каждую установлена проволочка. Дальше она уже придавалась форма, фиксировалась это все. Ну, в общем, так-то и так. Вот такого формата декор начал уже потом приступать. Вот кристаллы Шерла по золоте. И вот это, опять же, наш хенбарк, ручная гора. Вот такая красота получалась. Браслеты тоже стали очень популярны на то время. У меня возникла идея, что если сворачивать веточки податливых деревьев, например, березы, когда у них столько движения в кольца, ну, то есть под размер руки в среднем, давать им высушиться, они эту форму принимают, потом их обменять и хранить. А потом реализовать такие вот браслеты двухсторонние. Вот я этот формат пустил. Вот женщина у меня сделала заказ из своих камней. Такой вот браслетик обалденный. Далее. Вот, с гранатами тоже. Далее, далее, далее. Ну, там их еще много будет. Вот пример Физалиса, которого точно ни у кого нет. Это под заказ. Одна женщина тоже сделала заказ. Она захотела, чтобы Физалис брошь и съел червячок. То есть червячка я сделал абсолютно вручную. Улыбчивый. С выпущенными глазами, но довольный. Видимо, наелся. Вот композиция. Очень она мне на то время нравилась. Сложная была работа. Да, слегка перемеднил. Но люди, опять же, оценили. Ее сразу купили. Вот наглядный пример, когда идея, она торопит тебя. Вот видите, вот эти полосочки. Это чтобы вы знали, даже если где-то будете покупать работу, не только у нас. Что это человек поторопился, мастер торопится. И это волны оттока. То есть, поэтому ничего хорошего в этом нет. Как бы портит всю фактуру. Однозначно. Но многие это скрывают. Мне не нравится, конечно. Я за справедливость. Многие это почему-то скрывают. Что это есть. Что это дефект, по факту. Ну да ладно. Дальше. Дальше пошла вот эта красота. Это тоже абсолютно моя идея. Это 17 год. Я знаю точно, что ее... Если кто-то сейчас повторит, то это будет плагиат чистой воды. Если кто-то мне покажет, что у кого-то было раньше, буду рад увидеть. Но смысл в чем? Здесь я делал базу. И на нее уже приклеился камень. И устанавливались размоченные специальные жидкости папоротники. Потому что они очень ломкие. Свежие они не приклеятся. А вот размоченные они прекрасно взаимодействуют. Поэтому вот такого формата эти красоты изготавливались на то время ого-го. Потому что был интерес. Особенно, что вот это вот бесцветный красуляр. Вот так вот. Вот они разные потом были. Повторялись и так далее, и так далее. Но вообще красота. Идея классная, блин. Может опять реализовать? Вот дальше пошло wire twisted. Вот уже посерьезнее украшения такие пошли, как бы я бы сказал. Ну, наверное, не то что авторские, а музейные я бы их назвал. Потому что детисменты все так строго, четко и ясно. Даже докопаться не к чему. Но фактура с металлом, это уже было классика, в принципе. Вот, например, тоже интересность. Здесь вручную, как я рассказывал, как из серебра, иглой плел. А здесь я из меди плел по базе, чтобы как вот корзины плетут. Мне стало интересно, а что если, конечно же, мой классический ответ. И вот реализовал и сплел вручную ее. То есть это не какая-то там пластик, ткань или еще что-то. То есть плетено вручную между двумя вот этими гранями. И получился вот такое вот интересное кольцо. То есть вот такое колечко вышло. Вот опять же гарнитурчик, браслет, серьги, папоротник. Это вот когда папоротник можно разделить на части, на элементы и получается браслетик. И это наглядный пример, когда вот ток завышен. Ток завышен, мастер торопится. Но в данном случае оно, как видно, красиво смотрится. То есть на папоротник, потому что они меднились отдельно от камней, это не сказалось. А вот на камне сказалось, но оно очень похоже на папоротник. Вот опять же браслет на заказ с грасуляром с этим белым. Вот видно база. И вот такая идея возникла поверх этой базы, чтобы не обеднять композицию, а наоборот ее немножко разукрасить. Приклеивали с этим вот папоротники. Вот такая красота получалась. Если это ведь, я вижу, уже был загаженный. Но женщине, которому заказала, понравился этот эффект. И она даже просила повторить для дочери. Вот такая красота тоже получалась. Туя. Так что вот, собственно говоря, мы, наверное, еще даже до половины не дошли. Ну, перья. Перья, перья, я не помню. Перья мы уже прошли, не прошли. Перья я уже показывал, что я нашел способ, как это делать максимально идеально, как видно. То есть вот, линейка-линейка, грань-грани я этот способ разгадал. Но реализовал не столь активно, потому что есть иной мастер, который это как бы пропиарил гораздо быстрее меня, скажем так. Ну да ладно. Вот, бездефективное декорирование каменной крошкой. Вот комментарии, то есть папоротник в серебре. И уже потом, после, ему кажется, что-то как-то бедно. Белое серебро, да белое серебро. И я опустил такую вот линию нежнейшего салатового хромдиопсида. Тропиночка такая. Вот эта красота, конечно. Вот. Далее. Это все обычно. Вот наглядный пример, то есть когда можно простую шинку разогнуть и придать форму необычного колечка, скажем так. Вот такая вот тоже красота. Очень мне эта работа нравилась. Прямо действительно стоящее, красиво. Это именно цельное, вот как вот шерлы уродились в природе, вот на кварцевой основе. Вот так вот я их и заменил. Но подчеркнулся, как бы обогатил все это по золотой, скажем так. Вот. Вот наглядный пример. Физалисы. Ну, не очень, скажем так, дефективные. А вот визалисы, как по мне, совершенные. Вот именно они стоят на аватарке, обратите внимание. Четкая сеточка, четкая решетка, глянец. Впервые решил попробовать вот бусины поверх декора. Вот. Вот это вот идеальный физалис. Вот это можно действительно хвастаться, гордиться, что вот, неповторимо и так далее. Вот это всегда красота была. Не захваливаю себя, а просто констатирую факты. После композиции с кристаллами было принято решение сделать композицию из агатов. Это мне, в общем-то, надоумило. Одна женщина, она говорит, вот это сердечко из камней. Я думаю, блин, сердечко из камней. Каких еще камней? А потом думаю, ага, ты? Кто, если не агаты? И вот, несколько раз такая работа была реализована. Она крупная, не на постоянную носку. Тяжеловатая. Но взгляды точно привлекает. А вот мы добрались до того, с чего все началось. Вот, моего знакомства с перьями. То есть, я имею в виду того момента, когда делаешь идеальные перья. То есть, вот. Я знаю только буквально, ну, наверное, одного мастера, максимум двух, которые могут сделать так же красиво. Или я могу повторить так же красиво, как они. То есть, я этот рецепт сам нашел. Может быть, разгадал. Может быть, нашел. Вот. То есть, такая красота получается. Так что вот. Далее, далее, далее. Что у нас далее? Композиции. Композиции, конечно же. Ну, композиции вот пошли впервые такого формата. Это 17-й год. Тоже он у меня был такой, я бы сказал, богатый на камень. Богатый на идеи. Впервые решил вместо колонника применить вот такую трубочку. Тоже вручную ее разрезал, распиливал, формировал. И вот так вот декорировал основной камень. Вот это по мне действительно шик, красота. И вот. Если уж говорить о неповторимости, об авторстве, вот оно и есть. Если мы говорим об украшениях. Вот такая красота была. Вот идеальный папоротник, как по мне. Вот это вот действительно тоже красиво и неповторимо. Вот он такой. Двухсторонняя подвеска. Кто помнит, видео классное было с ней. И даже там есть отдельные такие, по-моему, комменты. Данная идея возникла, что называется, совместно и почти случайно. Один мастер увидел в обратной стороне некую простоту и забавность. Подгадайте, какой это мастер. Кто это? Радовали его те пупырышки, что на так неповторимой ее украшали. Мастер решился дополнительно дополнить, извиняюсь, эту сторону изюминкой в лице маленького кабошончика метиста. Аметист, слово «сиреневое око», будет завораживать глубиной своего света, скромной на солнце. После покрытия папоротника медью, а затем никелем, второй мастер обратил свое внимание на привычную всем лицевую сторону растения. «Смотри», — сказал он первому мастеру, восторженно поворачивая в руках папоротник. Две стороны на выбор, идейно воскликнул второй. Так родился двухсторонний клон-подвеска Тройс на цепи из натурального папоротника по золоте 24 карат. Вот такая история. Вот еще из совершенных физалисов, скажем так. Какая красота. Далее, пошли дальше необычные заказы. Вот такие вот композиции. То есть черепашка, это на самом деле... Ой! Господи, как ее? Децентра. Сердечки Децентра, как черепашка, получилось. Вот, ну, человек захотел такой формат украшения. Далее начались работы уже с асимметрии, 17-й год. На то время это было популярно. Вот этот кулон, он был по центру, но если подвесить вот эти бусины, он смещает себя, и получается камень взаимодействует с бусинами как одно целое. А это просто дополнительное вести. То есть классно. Дальше пошли вот такие вот композиционные работы, тоже очень мне она на то время нравилась. Да, здесь лека тоже я поспешил, ток, как видно. Вот. Вот такая красота. Ярило. Дальше пошли вот такие работы с мелкими элементами, и опять же композиции с шариками. А тут все вручную, это шарик, это не пусинь, там никаких проволочек нет, это все вручную опять склеивалось, формировалось. Ну, классная гарнитура. Думаю, опять к ним прийти. Дальше пошли идеи, опять же с вязалисами. А что если открыть окошко у вязалиса, и мы будем подглядывать за бусины, как она есть. Вот такой вот получился вариант. Я это увидел в природе, у себя на участке, в данном случае в саду, когда они были под первым инем, и он вот так вот в этом сорвало. И там внутри до сих пор была бусинка, бусинка, господи, мешочек с семечками. Вот такого формы. Вдалеке них ничего не понятно, но вблизи можно разглядеть, конечно, что это красота. Вот браслеты, опять же, на этой базе. Так, дальше у нас что, тыковки. Тыковка, которая съела перец. Тоже чисто случайно, она у меня выгорела, получилось, но прикольно. На Хэллоуин это было. Дальше. Вот такая красота, физарис, декорирован уже эмалями и каменной крошкой. Тоже как будто бы заснеженный. Но это опять же, вот этот формат тоже был впервые, 16-й год еще вот, выдуман, проверен, испробован, испытан, скажем так. Ну, то есть, выбор был, в Матерской Скалах выбор такой, что он индивидуально под вас вы выбираете. И тут цель не повторять что-то, а цель сделать что-то, что неповторимо. Но, как предмет, я имею в виду, так же, как в музее, вы можете сфотографировать, скопировать Джоконду, но Джоконда всегда останется Джокондой в своем оригинале. Все остальное будет то, что есть после. То есть, или гора по своим языкам не оригинал. Вот такой вот декор, здесь уже векторить себя истощил. Ну, я вот поторопился, замеднил такую вот квадратную шинку. Кстати, это кольцо до сих пор вот женщина носит, между прочим, на удивление. Далее, 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 начал заснеживать физалисы, покрывать тенем. Это не дефекты, это чисто декор. Вот. Как в природе оно возникает, так и здесь. Дальше пошла идея с желудьями выковыривать орешки для облегчения веса, а потом шов этот заделать каменной крошкой. Ну, так. Я за эту цену их подарок отдавал. Вот такая идея, серик возникло. Много было с Башкирии, пришло мне кристаллов рактопаза. То есть была идея вот такого формата. Тут можно, в принципе, было бесконечно их тянуть, но это была проба. И, кстати, татарочка, девушка, забрала их на фестивале. Вот такая вот работа. Сделал, и у меня тут же купил наш некогда постоянный клиент. Вот такая вот идейка сердечки, вместе скрепленные. Это у нас было к 14 февраля, насколько я помню. Балтийский янтарь так вот выглядит на солнце. Дальше из композиционных работ опять же вот такая красота. Это редкий камень, очень с ним сложно работать, он весь растворяется фактически. Это стихтит, очень редкий минерал. Вот композиционные сувениры пошли. То есть хризантема обмедненная. Хризантема Обмедненная. Хризантема и